Добрый день, дорогие друзья! Недавно опубликовали демо-версию ЕГЭ 2024 года, и там есть изменения. И об этих изменениях мы сегодня и поговорим. На самом деле, изменений немного. Основное изменение — это добавили новое задание в первую часть, и теперь за первую часть дают не 11 первичных баллов, а 12. Ну, потому что заданий тоже 12. Я бы отнес это скорее к хорошим новостям, теперь немножечко проще, чем, как мне кажется, будет набирать 70-80 баллов. В целом, теперь за экзамен можно набрать 32 первичных балла, а не 31. Ну и, как мне кажется, шкала теперь будет похожа скорее на шкалу 2022 года, нежели на шкалу 2023 года. Ну, а теперь давайте поговорим про сам Ким. Первая задача ничем не отличается от первой задачи прошлого года. Те же самые четыре прототипа, что и были в демо-версии ЕГЭ 2023. И, ну, тут мы видим, что задач у нас на самом деле четыре, но вот надо хорошо понимать, что на ЕГЭ вам не дадут на выбор четыре задачи. Вам дадут одну из них, а здесь в демо-версии четыре задачи даны для того, чтобы вы понимали, какое многообразие задач может быть задача один профильного ЕГЭ. Дальше задача два. Это новая задача. И ее цель проверить наше умение, находить координату точки, координату вектора, выполнять операции над векторами, либо, соответственно, находить длину вектора или угол между векторами. И здесь, на самом деле, мы как раз видим два прототипа. И на данный момент это единственные два известных нам прототипа задачи номер два. В одной из задач нас просят найти скалярное произведение двух векторов, ну, а в другой задачи нас просят найти длину вектора, ну, вот, который определенным образом жаден. На самом деле это не выглядит как сложная задача, напрягает только то, что они в одном банке, и пока еще нет прототипов этой задачи ни на МЭС ЕГЭ, ни на ФИПИ. Но я думаю, что в скором времени они на МЭС ЕГЭ появятся, и тогда мы с вами сможем просто оценить весь масштаб вот этой вот второй задачи. Задача номер три профильного ЕГЭ – это стереометрия. Раньше она была под номером два. В демо-версии те же самые три задачи, которые были в демо-версии ЕГЭ-2023. Задача номер четыре – это теперь легкая задача по теории вероятности, ну, и, собственно, те же самые две задачи, которые были в ЕГЭ-2023 года. Задача номер пять – бывшая задача номер четыре, сложная теория вероятности, тоже те же самые два прототипа, что были в ЕГЭ-2023. Задача номер шесть – это простейшее уравнение прототипы те же, что были в ЕГЭ-2023, ничего не поменялось. Задача номер семь – это задача на вычисление значений выражения, те же самые прототипы, что были в задаче номер шесть для ЕГЭ-2023 года. То есть, на самом деле, поменялась нумерация, начиная с второй задачи, теперь номеру задачи на единичку больше. Поэтому восьмая задача – это бывшая седьмая задача, ну и прототипы здесь те же, что были в демо-версии ЕГЭ-2023. Задача номер девять – это бывшая задача номер восемь, прототип тот же, что был в ЕГЭ-2023 году. Задача номер десять – это та же самая задача номер девять, текстовая задача, все три прототипа те же, что были в ЕГЭ-2023, и составители упорно пихают нам зачем-то первую задачу на течение, которую нет в банке ЕГЭ. Этой задачи нет, поэтому если она у вас не получается, не отчаивайтесь, на ЕГЭ ее все равно не будет. Задача номер одиннадцать – это бывшая задача номер десять, умение работать с графиками. Собственно, задача хороша тем, что мало прототипов, и легко и быстро подготовиться. Задача номер двенадцать – это, соответственно, нахождение наибольшего, наименьшего значения функции точки минимума и максимума. Все прототипы такие же, как были на ЕГЭ в 2023 году. То есть, на самом деле, если смотреть на первую часть, то добавилась вторая задача, во всех остальных задачах дали ровно те же прототипы, что давали в ЕГЭ в 2023 году. Вторая часть. Вот тут чуточку интересней. Двенадцатая задача теперь стала тринадцатой, но прототип тот же, что был в ЕГЭ в 2023 году. А вот четырнадцатая задача – уже прототип новый. Четырнадцатая задача – это бывшая тринадцатая задача стереометрии. И, на самом деле, по прошлому году это был основной гроб. То есть, на самом деле, это была самая плохая задача, которая есть в ЕГЭ. Здесь в демо-версии дан достаточно приятный и легкий прототип, который решается, на самом деле, в несколько строчек. Будет ли это означать, что тенденция по стереометрии меняется, и теперь вместо гробов по стереометрии будут давать легкие, приятные задачи? Честно говоря, я не знаю, но очень хочется надеяться, что стереометрия все-таки будет решаемой для обычных людей тоже. Пятнадцатая задача – неравенство, бывшая четырнадцатая задача. Здесь ничего не изменилось, прототип абсолютно тот же. Шестнадцатая задача – экономическая задача. Это бывшая пятнадцатая задача, и здесь взят прототип из ЕГЭ 2023 года. Ну, собственно, просто поменяли прототип. Задача-то останется той же. Вот, задачка на такие хитрые и дифференцированные платежи, но экономическая задача, она достаточно быстро ботается, если ее правильно ботать. Задача-17 – это бывшая задача-16, планиметрия, ну и, собственно, тот же самый прототип, что в демо-версиях появляется уже последние лет семь. То же самое касается восемнадцатой задачи. Эта задача с ЕГЭ, кажется, 2012 года, и вот они как поставили этот параметр в демо-версию, так они этот параметр упорно и не меняют. А вот задача-19, которая раньше была задачей-18, здесь опять же добавили задачу из ЕГЭ 2023 года на такой простенький инвариантик, приятная задача, и вот надеюсь, что тенденция в задачах-19 не изменится. Что можно сказать по демо-версии? Ну, ЕГЭ останется почти таким же, может быть, станет чуточку проще за счет того самого добавления одной задачи в первую часть. Кажется, что немножко проще будет набирать, как я уже говорил, там 70-80 баллов. Вот. Надеюсь, что проблемы, которые были в ЕГЭ в прошлом году, они уберутся. То есть, стереометрия станет проще, не будет всяких приколов с неравенствами, и ЕГЭ станет по регионам более равномерным. То есть, не будет такого гробового неравенства, как было в Москве, вот, а будут примерно вот равномерные по всем регионам неравенства. Вот такие изменения. Калькулятор на ЕГЭ, в отличие от УГЭ, нам не добавили. Ну, и теперь ваша цель, если вам сдавать экзамен в следующем 2024 году, то вам следует готовиться. И начать готовиться можно, например, с нашего интенсива, который пройдет 6 и 7 сентября. Вспомнить все, где мы с вами за несколько занятий оперативно повторим самые важные темы, которые нужно знать в начале 11 класса. Тригонометрию, логарифм и производную. Приходите, будем вам рады. А с вами был канал Профиматика, Игорь Уколов. Математика будет понятной. Особенно, если учите ее на нашем канале. Особенно, в 2024 году. В общем, желаю вам это делать. До новых встреч. Пока-пока.